Всем привет! Продолжаем обзор языков программирования. И сегодня у нас такой язык под названием Objective-C. Objective-C это компилируемый объектно-ориентированный язык программирования, используемый корпорацией Apple, построенный на основе языка C и парадигм Smalltalk. Objective-C язык является надмножеством языка C, поэтому C-код полностью понятен компилятору Objective-C. Также компилятор Objective-C входит в www.gcc и доступен на большинстве основных платформ. Язык используется в первую очередь для macOS X, GNU Step, а также используется для IOS. Основные расширения файлов это у нас .h, .m, .m и .c. Вот так вот. То есть, этот язык, как уже было сказано, над множеством над C, соответственно, можно код писать на языке C, даже на C++, или на Objective-C. Имеет достаточно высокий порог хождения. Появился этот язык в 1983 году. И Objective-C был создан Брэдом Коксом в начале 80-х, но появился в 83-м. В его компании StepStone. Давайте StepStone. Он пытался, когда он создавал этот язык, он пытался решить проблему повторного использования кода. Целью Брэда Кокса было создание языка, поддерживающего концепцию software IC. Вот такую концепцию IC, которая подразумевает возможность собирать программы из готовых компонентов, то есть объектов, подобно тому, как сложные электронные устройства могут быть собраны из набора готовых интегральных микросхем. При этом язык должен был быть простым. Для того, чтобы облегчить переход разработчиков на него. Но с этим я бы немного поспорил. Но об этом чуть позже. Также одной из целей создания этого языка было создание модели, в которой сами классы являются полноценными объектами. И для которых поддерживалась бы интроспекция и динамическая обработка сообщений. Objective-C, как было сказано, является расширением C. И об этом же тоже было сказано. Любая программа на C является программой на Objective-C. Вот одной из отличительных черт Objective-C является динамичность решения. Обычно принимаемые на этапе компиляции, здесь же эти решения откладываются до этапа выполнения. В этом языке любому объекту можно послать любое сообщение. Объект может вместо обработки сообщения переслать его другому объекту для обработки. Иногда это еще называется делегированием. Пересылка другому объекту. В частности, так можно реализовать распределенные объекты. То есть объекты, которые могут находиться в разных адресных пространствах или даже на разных компьютерах. То есть пересылка осуществляется... Ну вот давайте вот такой небольшой синтакс. Это Receiver, а это будет Message. Вот такой синтаксис. И где у нас это некий объект, а это сообщение. Вот. То есть таким образом еще вызываются функции у объектов. Вот. В языке есть поддержка протоколов. То есть понятия интерфейса объекта и протокола здесь четко разделены. Что может быть непривычно для людей, которые его начинают изучать, а до этого знали там язык C или C++, к примеру. Ну, я сталкивался с языком Objective-C. Вот. И некоторые вещи были совсем уж очень непривычны. Ну, об этом тоже чуть-чуть позже. Также в этом языке поддерживается наследование, но не множественное. А вот для протоколов поддерживается множественное наследование. Хотя объект может быть унаследован от одного объекта и сразу от нескольких протоколов. Хотя вот, да, хотя вот это скорее не наследование протокола, а поддержка То есть как бы множественного наследования нету, но оно как бы и есть Но это уже идет поддержка нескольких протоколов Ну где-то вот такая вот каша, наверное На данный момент Objective-C поддерживается компиляторами CLang Вот это на Mac такой компилятор и GCC И GCC Вот Под управлением Windows, если вы хотите попробовать, то используется в составе MinGV или Cygwin Вот В самом языке Objective-C нет Ну вот один из примеров Как бы, как бы, как бы один из примеров отличительных черт, да Вот, Cy подобных языков В Objective-C нет специальных команд для создания и уничтожения объектов Вот То есть у языка C мы знаем, есть там malloc У языка C++ new Ну там и у других есть Мы четко указываем эти инструкции для создания, для выделения памяти А для удаления, соответственно, free или delete Вот В Objective-C таких специальных команд или операций или операторов нет Вот Эта вся задача ложится на runtime библиотеку Вот И реализуется при помощи механизма пересылки сообщений Так же Так же Так же Все Ну, например, все ключевые слова языка Objective-C Которых нет в языке C Начинаются вот с такого вот символа Ну, например Interface Вот Interface И там окончание этого интерфейса Вот То есть все ключевые такие слова Вот у нас начинаются с собачки Как я сказал Вот таких вот операций нет Да За это все отвечает runtime библиотека Соответственно, для того, чтобы эта runtime библиотека Выделяла память И освобождала память для объектов То все наши классы Должны быть унаследованы от одного общего Объекта Да NSObject Вот И когда мы захотим создать какой-то класс В данном случае, к примеру, тест Надо сделать вот-вот так Вот-вот так вот И вот-вот так вот Вот И вот здесь уже можно Либо C-шные типы использовать Либо Objective-C-шные типы Вот в данном случае это тип C-шный Да, integer Вот таким способом мы объявляем класс То есть создаем какой-то класс И тогда Тогда вот это Когда мы будем выделять память Для этих объектов То этим всем будет заниматься runtime библиотека И она же будет чистить память То есть здесь уже не обязательно То есть здесь уже не обязательно Говорить, что мы хотим освободить память Да В этом случае за этим всем беспокоится runtime библиотека Которая просто подсчитывает То есть хранит количество ссылок И подсчитывает их количество И когда это количество равно нулю То тогда память освобождается В языке же C или C++ Для того, чтобы не было утечек Когда нам уже объект не нужен Мы вызывали функции Free или Delete Но это такое Это как бы такие небольшие особенности Вот Что еще Основной сайт Apple Это главный источник информации о языке Вот Там есть форум разработчиков Примеры кода И документация Также говорят Что полная версия документации Доступна только зарегистрированным разработчикам Не знаю Я не являюсь зарегистрированным разработчиком Вот Но то что я видел Как бы документация скудновата Возможно да Возможно если я зарегистрируюсь А это надо заплатить денежку там И все такое Возможно документация будет получше Вот Потому что она так скудновато И не все там описано Вот Основное средство для разработки Это у нас такая есть Иде Икс Код Вот Вот Это основное средство для разработки На языке Objective-C А также Следующего ветки развития Это Свифт Есть еще язык О нем я думаю тоже Я сделаю обзор Вот тем более Я его уже более-менее сейчас Изучаю Вот Вот это Иде Икс Код Поддерживается только На На маке Или Ну да На маке Вот И Как бы Сама Иде Отрешка Бесплатная Вот Ну а вот Вы можете увидеть Синтаксис Это классический Hello World В Objective-C Все начинается С функции Main Как им Языки C C++ И C подобных А вот Но Как мы видим Вот здесь Вот эти вот уже Всякие скобочки Вот это создание объекта Вот Init Allog Вот таким способом Созревется Ну Как бы Когда Я Ну Могу сказать Свой небольшой опыт Когда я увидел Этот язык То Первое ощущение Что Вытекают глаза От всего этого синтаксиса Это всего лишь Hello World Вот А когда там Какие-то графические Вещи есть То есть Используем Графических библиотек Много классов Много функций И Вот это все Вот такие вот способы записи Просто 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 Глаза вытекают Можно сравнить Это с языком C Вот Hello World Можно C++ Hello World Можно C Sharp Вот Как бы Все Они C подобные Языки Вот много Языков Там язык Вот D Где-то Где-то Тоже Язык Go Язык Java Javascript Или Java Все Как бы Более-менее Языки C Подобны Python 3 Ну можете Поклацать Да Но если мы Выбираем Objective C То Вот здесь Немножко Немножко Глаза Начинает Подтекать Но С другой стороны Язык был Разработан Достаточно Давно И Это Все Дело Привычки Вот Да Для Тех Кто Переходит С С Подобных Языков Очень Но Это Все Непривычно Но Со временем К этому Привыкаешь Но Сам Язык Честно Сказать Достаточно Гибкий Там Очень Много Есть Вещей Ну Которые Которые Там Появлялись В других Языках Гораздо Позже То есть Там И те же Аналоги Lamp Есть Выражение И Те же Наследования То давно Было Много Всего Там На самом То Деле Много Всего Есть Вот Но Давайте Кстати Запустим Вот это Все Как-то Проводились Тесты Я Ради Интереса Провел Небольшой Тест С Товарищем И Что мы Делали Мы Брали Массив Туда Запихивали Миллион Элементов Целочисленных Перемешивали И И Выполняли Сортировку Стандартными Средствами То есть Стандартными Средствами Это те Которые Входят В библиотеку В языке C++ Это Там Библиотека Алгоритмы Было И Просто Функция Сорт В Языке Ну В C++ В языке C Я не помню По-моему QuickSort Использовалась Тоже Там Стандартная Реализация Ну А В Objective C А Мы C не трогали Мы брали Swift Objective C И C++ Вот И У Objective C Есть Свои Стандартные Функции По сортировке Так вот Сортировали Один и тот Жем Массив На одном И том Жем Компьютере И Результаты Были Скажем так Не очень Язык C Справлялся Язык Точнее C++ Сортировал Этот Массив Я уже точно Не помню Но там Было 7-12 Раз Быстрее Чем Objective C И Swift То есть Objective C и Swift Там Небольшая Разница И не Помню Кто Побеждал Вот Но C++ Это все Делал На порядок Выше Когда же В Objective C Использовался Сишный Код Вот То есть Подключалась Библиотека Сишная И Использовала Стандартные Функции Кюсор То тогда В принципе Разница Была Практически Разницы Не Была Вот Это Скорее Всего Обусловлено Тем Что Мы Сортировали Какие-то Объекты А объекты Были Типа Ну Были Тип Описывал Создавался Класс А класс Наследовался От NS Object Было Что-то Вот Типа Такого То есть Создавался Объект Обязательно Наследовались От NS Object И Вот Были Какие-то Данные И Вот Они Сортировались Вот Поэтому Поэтому Разница Была Большая Но Если Писать Нормально Поддерживать Всех Советов По Языку Там Все Поддерживать Все Концепции Писать Правильно Не Допускать Ошибок И все Такое То Разницу Вряд ли Мы Заметим Вот То есть Имеется Ввиду Нет Языка Зависит Порой Не язык Виноват В том Что Программы Плохо Работают Медленно Или Очень Много Потребляют Памяти Все Зависит От Программистов Здесь Если Что То Работает Медленно Та Жа Сортировка Ничего Не Мешает Отсортировать Какие-то Здоровенные Массивы С помощью Средств Языка Си Ну Или Там Си Плюс Плюс Библиотечки Вот Поэтому Поэтому Наверное Все Синтаксис Очень Очень Режет Глаза Для Тех Опять Таки Кто Переходит Си Языков Но Тем Не Менее Язык Довольно Таки Гибкий Много Времени Уходит На Писанину Вот Эту Всю Это Загаживается Код Это Все Надо Читать Но К Этому Надо Привыкать Там Есть Специальные Рекомендации Как Это Писать Чтобы Его Можно Было Читать То Одна Из Идей Тоже Там Была Чтобы Код Можно Было Читать Как Книгу То Ты Читаешь И Все Видишь Что Как Везде Все Продокументировано Все Правильно Называется Вот То Есть В Яблопастве Там Есть Еще Свои Какие То Заморочки По Оформлению Кода Потому Как Правильно Надо Писать Какие Отступы Вот Эти Фигурные Скобки Должны Быть Вот Здесь То С С Новой Строки Не Открывать Не С Ставим Лайки И Все Такое Всем Пока